Всем привет, дамы и господа! Сегодня я хочу вам рассказать о новиночке от компании Römer Britax или Britax Römer Коляска называется Smile 4 Smile 3 Она стала такой мега популярной колясочкой Но она действительно требовала небольших доработок, которые сделали в четвертой версии Вот Сегодня мы посмотрим на нее в комплектации 2 в 1 Я проведу полный обзор, потому что мало ли кто-то третью серию коляски даже и не видел Вот Поэтому разберем комплектацию 2 в 1 Начнем мы с люльки и пойдем сверху вниз И потом уже перейдем к прогоночному блоку Но перед этим в двух словах технические базовые технические характеристики я вам назову Точные будут по ссылке в описании к этому ролику Там пройдете на FirstBuggy магазин, там досконально все в миллиметрах, сантиметрах все указано Вот Но базовый сейчас я вам назову Это, кстати, хороший такой внедорожный вариант Она очень хорошо чувствует зимой себя И при этом она весит всего с люлькой 12,5 килограмм При таких внедорожных характеристиках это на самом деле не так много, друзья С сиденьем, который мы будем чуть позже смотреть, она весит 13,6 килограмм Тут становится она чуть тяжелее, потому что сиденье там реально царское Там не сидушка, там тронцевая для ребенка Его чуть позже увидим Кстати, в нем 100 градусов сидит ребенок, 170 лежит Это очень хороший показатель Это мы чуть позже увидим Вообще она предназначена с рождения до приблизительно 5 лет ребенка Потому что выдерживает 22 килограмма ребенка И ширина колесной базы 57 сантиметров Это вы везде, в любой, даже в самый ушатанный лифт заедете Даже с провисшими дверями этой ширины будет достаточно Поэтому с этим все хорошо Размер люльки здесь, кстати, 72 на 33 Полноразмерная большая люлька для флисового конверта Зимой для мехового вам места хватит Вот, собственно, давайте изучать Вот мы перед вами, сейчас мы как раз и видим люлечку Люлечка здесь классическая, стандартная В люльках, ну что там напридумываешь На самом деле никаких сложностей здесь нет Ткани здесь очень приятные Ткани вот в Britax никогда не были плохими Здесь реально, я могу даже смело назвать эту ткань Такой из премиум сегмента Очень качественная, приятная, тактильная ткань Прям вопросов нет Но из опыта могу смело вам сказать Что очень живучая эта ткань Она с годами не теряет товарный вид Ворсинками, зацепками не покрывается Вот хорошая действительно ткань Вот, в козырьке у нас есть такая мясистая Большая ручка обита эко-кожей для транспортировки С этим все хорошо В козырек у нас дополнительный Убирается и вынимается Тоже здорово Летом можно у нас вот так открыть Вот эту секцию, поднять наверх и проветривать И летом, кстати, еще нововведение Которого не было в Smiley 3 Появилась здесь вот эта секция Открываем полностью и ребенку Дополнительное проветривание можно организовать И, соответственно, если он на животике лежит Будет у него еще и дополнительный обзор Кстати, в комплекте, помимо того, что она вот так вот закрывается у нас на замочке Вот эта накладочка такая Она тоже толстая Здесь непродуваемый материал Она на замочке изнутри прокладывается С нахлестом под матрасик И, соответственно, там нет Она Закрывает полностью вот эти вот щели, которые сейчас там есть И там неоткуда больше дуть Там вообще полностью все становится герметично За счет вот этой вот вставки Это для тех, кто переживает, что все-таки там будет откуда дуть Не будет Все герметично и хорошо закрыто Так, козырек у нас, естественно, опускается вот таким вот образом У него нет промежуточных секций Они сразу нажали, и она падает В комплекте у нас еще также идет вот эта накидочка Бортик которой крепится у нас на кнопках А сама она крепится по бокам На магнитиках вот с этой стороны А здесь снизу липучкой Поэтому крепление здесь достаточно надежное Давайте заглянем внутрь Вот, собственно, как она выглядит Ткани очень приятные Сразу вам говорю К тканям ноль вопросов Здесь деревянное основание Ровное, жесткое, как надо И классный, с очень классной тканью матрасик Достаточно такой плотный Вот, поэтому к люльке ноль претензий Да и в принципе в целом к коляске ноль претензий Если уж так честно говорить И цена хорошая Так, люльку мы с вами разобрали Теперь будем смотреть на проглошный блок Но по люльке что еще добавлю Чтобы ее снять, есть кнопочки с памятью Все, я нажал И берем за эту супер удобную ручку и поднимаем И на основании мы видим четыре ножки И мы не боимся ставить ее куда-то на землю То, что там она не запачкается И ничего с ней не будет Так, изучать будем сейчас с вами прогулочный блок Естественно он реверсивный Мы можем ставить и против хода И по ходу движения Поэтому с этим вопросов нет никаких Так, почему, видите, коляска 13,6 по-моему Она стала тяжелее у нас Да, 13,6 она весит с прогулочным блоком Ну вы видите, какой здесь блок Здесь реально до школы можно довозить ребенка Блок очень большой Вот, кстати, 170 градусов И вот так 100 градусов Видите, у нас капитанская посадка Ребенок практически полностью под 90 90 лет, ну соточка у нас есть Ребенок сидит Многие родители хотят, чтобы ребенок не был сильно завален назад Чтобы он не тянулся и не держался за бампер Здесь нет такой проблемы в принципе Что касается безопасности Пятиточечные классические ремни Все окей И то, что сейчас все реже и реже мы встречаем в колясках Это вот такая перемычка от бампера к основанию Это сейчас действительно уже очень редко бывает Но здесь еще есть Бампер откидывается у нас как калиточка для удобной посадки Все четенько Так, подножечка регулируется Ну, друзья, это все стандартно и понятно И основание пластиковое Легко мыть Давайте посмотрим на козырек Козырек тут просто огроменный Есть у нас смотровое окошко Вот эта секция, вы видите здесь замочек Вот так, если он закрыт У нас рабочее смотровое окошечко Закрывающееся, если что Но когда мы откроем дополнительную секцию Она сдвигается И в окошечко вот так мы уже не увидим Только вот таким образом Кстати, вот здесь магнитик встроен И он есть и на обратной стороне Чтобы она не болталась Все четенько продумано до мелочей В общем, с козырьком все окей И когда мы опускаем ребеночка полежать У нас козырек вместе со спинкой не опускается Он остается на своем месте И опускается основание И у нас здесь полностью все закрыто В комплекте нет накидки на ножки, друзья Ее можно докупить отдельно И, соответственно, полностью закрыть ребенка И в любую в югу непогоду Ребенок будет там, как в танке, закрыт И ему не будет задувать туда Поэтому вот этот блок, я не знаю Он один из лучших, на мой взгляд Действительно классный Нету ремешков, чтобы регулировать Просто поднимаем И все И за удобный рычажок тянем Вот оно И опускаем Все для людей здесь сделано Ноль вопросов Кстати, бампер и ручка Обиты очень приятной эко-кожей Ручка у нас регулируется В очень широком диапазоне И у нее на основании С надписью Britex Eryomer Есть такая резиновая вставочка Когда мы ее будем складывать Сейчас вы это увидите Она упирается в землю И не дает попортить эко-кожу Продумали? До мелочей, как я уже сказал Друзья, что касается рамы Рама, сама рама технически Практически не поменялась Только в деталях В мелочах Основное Это колеса Они были раньше надувные Сейчас они не надувные И при этом При всем Они все равно Очень мягкие Амортизация У нас В самой коляске По ощущениям По плавности хода Я особо разницы не увидел На самом деле С третьей версией Поэтому Как по мне Это здорово Что так сделали Потому что вы лишены возможности Ее как-то проколоть Передние колеса Естественно блокируются Вообще Это такой конкретный Внедорожник Даже брызговички Видите Тут имеются Вот Также у нас Очень хороший И большой багажник С хорошим Действительно Большим доступом Он очень глубокий У него жесткое основание Пару арбузов Сюда можно положить По-моему Так Тормоз Нажимаем Один раз Встали И еще раз На этот же Тормоз Нажимаем Он его разблокирует Поэтому Тормоз тут Идеальный Вы не портите Обувь И все хорошо Так Смотрите Теперь складываем Колясочку Здесь для этого Есть вот такие Два рычажка Нажимаем Все Она пошла Вот как раз таки На ручке Та резиновая вставочка Которая я говорил Вот так вот Проворачиваем Все Как по мне Для такого лютого Классного внедорожника То что она с блоком Вот так классно Складывается По мне Это очень здорово Вот Сейчас вернем В исходное положение Все В принципе Легко и просто Друзья Подытожу Короткое Мое мнение Как вы знаете Я люблю бренд Бритакс Уже много лет И младшего своего Я откатал Гоу Биг 2 Если знаете Такая модель Была прикольная У Бритакс Колясочка Прям зачетная Не очень Симпатичная Но технически Максимально Продуманная Вот Поэтому я очень доверяю Этому бренду У них очень хорошая Хорошая статистика Гарантийная Поэтому там Практически нет Обращения Даже если есть Только эта мелочь Там смазать Что-то еще В общем Могу смело Рекомендовать Друзья Ну это и По продаже Смайла 3 Говорят Очень популярная Колясочка Поэтому Все что хотел Вам показать Я вам показал Прикольное Обновление Рекомендую Обратить внимание Ссылочка на нее Внизу В описании На ферстбаге Первая коляска Магазин Будет А у вас Если вопросы Есть Задавайте Не стесняйтесь В комментариях На все отвечу И хочу пожелать Вам сделать Хороший Грамотный выбор Колясочки Для вашего ребенка И удач на дорогах